Схема, по которой действовали мошенники, не новая. Пострадавший рассказывает, что ему поступил звонок якобы от сотрудника банка, который уверял мужчину, что на его счета покушаются и кто-то пытается снять деньги. Кто, точно мы не знаем, но мы это дело определим, и нам должны помочь. Сохранить свои деньги и поймать этих мошенников. Вот такой был разговор. Чтобы спасти сбережения, пенсионеру предложили просто перевести все деньги на их счет. Мужчина поверил. Вначале перевел 500 тысяч рублей, а потом и остальные – 1 миллион 150 тысяч. Уже через электронную систему платежей. В общей сложности он лишился 1 миллиона 650 тысяч рублей. Раскрываемость таких преступлений есть, говорят полицейские, но шансов не так много. Буквально на днях сотрудниками окружного управления МВД было раскрыто одно из дистанционных преступлений. Оказалось, что «Москвич» создал поддельную страницу в различных социальных сетях, где предлагал россиянам, в том числе и югорчанам, и жителям, возможно, и нашего города, лодочные моторы. Граждане покупали эти лодочные моторы и в общей сложности лишались от 3 до 150 тысяч рублей. Естественно, ни товара, ни на связь уже этот человек не выходил. В марте этого года подозреваемый был задержан. В настоящее время ему вменяется 30 эпизодов мошенничества. Предварительный ущерб, причиненный потерпевшим, составляет более 2,5 миллионов рублей. Что касается случая в Нефтьюганске, возбуждено уголовное дело. Мария Сераева, Рамиля Скаров, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова